Прошлое поколение CX-9 достаточно хорошо известно на нашем рынке. Оно было вполне себе популярным и наряду с меньшей моделью CX-7 оставило неизгладимое впечатление в памяти людей, особенно на сервисе. Да, что уж говорить, тот мотор был с большими вопросами. Но что касается этого поколения, к нему тоже есть вопросы, но совершенно другие. И на самом деле эти автомобили начали производиться еще в 16-м году и тогда они появились на рынке Северной Америки. И я никак не мог понять, почему же их никто не заказывает и не везет в Украину серым способом. С течением времени автомобиль появился на украинском рынке официально и вопрос остался прежним. Как-то их мало. Мало на улицах Киева, мало на улицах Одессы, Днепропетровска. И цена вроде хорошая, и машина интересная, и к тому же она действительно огромная. Огромная в прямом смысле. Почти 3 метра колесной базы. Чуть больше, чем 5 метров в длину. Этот автомобиль больше, чем, скажем, Ford Explorer. Этот автомобиль такой же огромный, как Highlander. И даже немножко больше. Больше, чем Honda Pilot. И при этом ощущается классно и, по сути своей, является близким родственником и Mazda CX-5, и Mazda 6. Поэтому хочется разобраться с этим феноменом, что не так или что так с этим автомобилем. Вы можете заметить, что за прошедшие 5-6 лет автомобиль слишком сильно-то и не поменялся. Но на самом деле технические рестайлинги у него практически раз в полтора-два года. И на этот раз у автомобиля изменилась оптика, точнее ее начинка. Теперь это почти что матричные фары, которые все еще Full LED, но имеют адаптивный дальний. А еще вы увидите новую отделку интерьера и некоторые мелкие моменты, которые действительно радуют. Радует также то, что автомобиль за эти несколько лет только уменьшался в цене. Ну и что еще сказать? Да, это дизайн кода. Да, это автомобиль, разработанный для Северной Америки. Да, он попал в Украину дефорсированным и по-прежнему в Украине имеет 231-сильный 2,5-литровый турбодвигатель. Сопряженный с гидротрансформатором Айсин. А также здесь полный привод. И этот полный привод, благодаря более чем 20 датчикам, имеет интеллектуальную избирательную систему подключения, что достаточно неплохо работает. И в целом, да, это огромный кроссовер, которому достаточно и дорожного просвета, и параметров для того, чтобы просто комфортно ездить. Иногда заезжать на легкое бездорожье и в целом чувствовать себя как в городе, так и за городом по-настоящему комфортно. Итак, благодаря таким шикарным габаритам автомобиль наделен достаточно внушаемым, внушительным багажником. Багажное отделение порядка 840 литров. И это вот действительно достаточно серьезно. Как видите, мало того, здесь скрывается третий ряд сидений, которые откидываются вот таким вот нехитрым способом. После чего у вас все еще остается чуть больше, чем 200 литров полезного объема. И, как видите, несколько сумок, пару чемоданов сюда влезет. Подполье тоже существует. Там вы найдете докатку и какой-то инструмент. Естественно, есть кнопка закрывания багажника, что тоже хорошо. Еще одной особенностью Мазды я бы назвал вот эту огроменную длинную дверь, которая делает доступ на задний ряд, на второй ряд, ну, просто-таки максимально комфортным. И посмотрите, как закрыт порог. Закрыт порог полностью, максимально. Очень широкий угол открывания дверей. Поэтому посадка сюда, ну, вот прям элементарная. Мало того, здесь все сдвигается. Есть степень свободы вот этой секции, чтобы попадать на третий ряд. Но на самом деле есть еще откидывание, регулировка спинки и прочее. То есть на самом деле все максимально сделано для того, чтобы с комфортом могли сесть пятеро взрослых и двое детей. Но и это еще не все. Сама посадка на заднем диване, особенно с ростом 176, просто чудо. Здесь много места, здесь есть куда засунуть ноги под кресло водителя. Я сейчас сел за собой. Скажем так, высоковато. И в этом я вижу некий плюс, потому что я в том числе вижу через лобовое окно, что происходит вокруг. Чтобы не видели меня, в окнах есть шторки. Есть достаточно широкий большой подлокотник. И в подлокотнике можно найти два USB порта. Есть подстаканник. Все это обито кожей. Кожа на по. Строчка красивая. У нас на тест-драйве автомобиль, скажем так, почти с красным, скорее с кирпичным интерьером. И все это выглядит действительно клево. И опять же, здесь есть регулировки. Есть и софиксы. Угол наклона меняется. Можно практически лежа путешествовать. И есть климат-контроль отдельный, с подогревом, со скоростью, мощностью обдува для пассажиров. И его точно так же можно выключить. Все просто, все хорошо. Два карманчика. В общем, для семьи то, что нужно. Вторым рядом интерьер, естественно, не заканчивается. Основной акцент здесь. На водительском размощении и расположении. Что мы имеем? Мы имеем вот такие кресла, которые интересным образом пошиты. Во всяком случае, здесь есть элементы декора, которые, безусловно, их улучшают. С перфорацией кожи посередине. И у меня есть подозрение, что все-таки винил. Ну, винил это плохое слово. Это какой-то хороший очень кожзам на быльцах. Потому что вот это вот точно на пол. Вот с центром я согласен абсолютно. Здесь что-то более выносливое и серьезное. И на самом деле это правильно. Здесь не будет заломов. Потому что NAPA сама по себе очень сильно мнется. И мнется не всегда красиво. Боевисты меня поймут. Торпеда тоже с контрастной вставкой. Здесь нас встречает руль. Тот же самый, который и у CX-5 и у Mazda 6. И в принципе архитектура приборной вот этой вот доски, торпеда, климата. Это все максимально подобно с CX-5, с Mazda 6 и иже с ними. Естественно, здесь есть теперь шпон. Раньше шпон был доступен только в США. И там была комплектация высокая, сигнача. И она вот выделялась из всех. Наличием классной кожи и классного дерева. Но вот теперь это доступно в Украине. Есть вставки с напылением настоящего алюминия. Это приятно. И стоит отметить, что достаточно износостойка. Что еще? Подогрев есть. Вентиляция передних кресел есть. Есть подогрев руля. Причем логика работы подогрева руля такая же, как у CX-5. Только в области бокового хвата. Рычаг КПП автоматической Айсен шестиступенчатый традиционный. Кнопка спорт такая же, как у CX-5. Новый монитор щитка приборов тоже, как у CX-5. Он электронный. Это дисплей, монитор. И он, в принципе, не так много показывает информации. Но показывает исключительно полезную информацию. В принципе, он имитирует максимально аналоговый прибор. Ну и, собственно, все. Что еще? Еще здесь, к сожалению, тот же самый монитор, что и в большинстве других МАЗ. Я на самом деле рассказывал об этом в CX-5. Мнение у меня не поменялось. Графика не лучшая. Ну и на том спасибо. Есть камера заднего вида. И странно, что они не по кругу. Здесь нет 360 обзора. Сама же камера вполне вменяемая. Она показывает направление движения назад. Есть отображение работы парктроников. И, в принципе, наверное, этого достаточно. Но 360 для такого габаритного автомобиля было бы очень полезно. Потому что машина и длинная, и широкая. На узких парковках было бы здорово. Навигация есть фирменный TomTom. Навигация довольно-таки неплохая. Прорисована хорошо. Но что более главное, что более главное, у автомобиля теперь есть в мультимедийной системе подключение Apple CarPlay и Android Auto. Вот. Этого раньше не было. Раньше это приходилось подгружать, догружать методом взлома операционной системы вашего автомобиля. В остальном что? Ну да, здесь есть ящички, здесь есть бардачки. Здесь все как-то по-людски правильно скроено. Вообще машина очень хорошо собрана. Надо отметить, что здесь действительно в уровень подгонки именно деталей, их соприкосновений, их зазоров, то, как все очень плотненько, хорошо. Ну, супер. Действительно супер. И Mazda в последнее время, они умнички. Они вот ставят это во главу угла. И здесь, да, тоже двойные стекла, как и в CX-5. И в целом CX-9 ощущается, как легковой автомобиль с слегка более высокой посадкой, чем обычно. Но разместиться здесь, у меня есть мнение, что разместиться здесь с комфортом сможет любой человек любого роста. Здесь достаточно места. Но вот по ширине немножечко-немножечко все-таки не зря они сделали эту мягкую панель. Больше сказать, наверное, нечего. Все собрано хорошо, но есть вот такие вот мелкие моменты, которые выдают истинный возраст разработки автомобиля. И как вы уже успели заметить, у автомобиля есть хорошая внешность, действительно интересная и огромный, классный, хорошо вскроенный интерьер. И это было бы не важно, если бы под капотом здесь не было приличного двигателя. Правда ведь? Здесь как раз мотор приличный и он очень интересен. Мазда наконец-то поставила турбированный двигатель. Да, ну не совсем наконец-то, это произошло несколько лет назад, но факт остается фактом. Они так долго усовершенствовали двигатель атмосферный и в итоге Skyactiv с высокой степень сжатия получил турбину. И да, здесь степень сжатия не 14, не 13, а 10,5. А сам мотор имеет очень интересный выпускной коллектор 4,3,1. И турбина получает воздух по изменяемому клапану, что имитирует двухскрольность. Куда круче, чем что-либо, что является двухскрольным по-настоящему. И сами посудите, здесь 420 ньютонометров крутящего при 231 лошадиной силе, при том, что это дефорсированный двигатель. И самое интересное, самое интересное было на замерах динамики, когда мы со Sprintec решили при помощи прибора драги проверить технические характеристики, где указаны 8,6 секунды. У нас получилось достаточно стабильно, 8,2-8,3 секунды до 100, при том, что я ехал с пассажиром и на зимней резине, и без особых усилий автомобиль реально делает сотню в пределах 8 секунд. И знаете, у Mazda есть целых два момента, где она не врет в технических характеристиках, кроме массогабарита. Смотрите, динамика круче заявленной, и вот расход. Расход у меня действительно получается порядка 13 литров, то есть 12,9, 13,3 это то, что показывает бортовой компьютер все время тест-драйва, и в характеристиках указано 12,75. Что касается самой вот тележки, на которой построена CX-9, она аналогична CX-5 и 6-й Mazda, и в этом кроется некоторый нюанс. Видите ли, эта тележка не совсем, скажем так, рассчитана на такую мощность, и у CX-9 действительно наблюдается и силовое подруливание, и во время сильных таких вот крепких низких стартов у вас немного вырывает руль из рук, потому что оба колеса пытаются поймать вот этот вот баланс зацепа, ведь автомобиль в приоритете переднеприводный. Да, здесь полный привод на муфте, и муфта работает довольно неплохо. И я бы сказал, вот эти вот более 20 датчиков, которые составляют вместе систему интеллектуального полного привода со всеми этими векторизациями, они в целом работают очень даже хорошо. Но в моей практике это первая Mazda, которая не очень-то любит поворачивать. И в таких более резких поворотах, в таких поворотах, где на CX-5 я себя чувствовал вот прям идеально, здесь наблюдается легкий вынос на наружу поворота. Вы немного-немного теряете траекторию. Так что да, это все-таки взрослый автомобиль, относиться к нему стоит как к взрослому автомобилю. И он любит плавный, плавный ход, комфортный ход. И, честно говоря, ездить на этом автомобиле действительно комфортно. Говорят, что некоторые японские автомобили не вызывают эмоций. В случае с Mazda каких-то ярких эмоций я действительно не ощутил. Но вот это вот спокойствие, вот это вот ощущение того, что управляешь айсбергом, оно есть и оно крутое. И здесь очень такая крутая тяжелая педаль газа. И вот весь этот комфорт, который есть у Mazda, он, к сожалению, немножечко-немножечко недосягаемый. Потому что нет, например, адаптивного круиз-контроля. Не самый жесткий минус, но я бы сказал, этот минус стоит в одном ряду с отсутствием камер 360. Потому как автомобиль большой и все-таки в условиях города, в условиях плотного трафика, плотных парковок, они бы не слабо выручали. Ну и еще можно доколупаться до того, что здесь нет ни панорамы, ни люка. И серьезно, это не так важно. Главное другое. Здесь офигенная шумоизоляция. И все эти материалы, и сборка, и двухслойные остекления, все это дает вам возможность действительно вот тихо, уверенно, правильно, грамотно управлять, ехать и получать удовольствие от перемещения. Я думаю, если Mazda ставила себе высокую планку, то, пожалуй, они ее взяли. Оставайтесь с нами, ставьте лайки, подписывайтесь. Теперь у нас можно нажать колокольчик. Ну и до новых встреч.